Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В голове я как-то проживаю сильные чувства к человеку, но я не могу сказать, что они основаны на очень глубоких чувствах. Я чувствую целый спектр чувств, симпатия, влюблённость, любовь, химию, а в реальности нет. Человек просто другой, но откуда такие сильные чувства, если при встречах я ни разу не испытывал таких чувств, была только влюблённость. Речь идёт, если я правильно понял, о мечтах. Это первое. Второе. Речь идёт о слиянии. То есть это потребность слиться с человеком, скажем так, воедино. Вот. И, соответственно, психика у вас, конечно же, от этой хорошей, в кавычках, идеи, в общем-то, всячески оберегает. Вот. Потому что, если вы чувствуете, испытываете вот такие чувства к человеку, вот, то, вероятно, вы не воспринимаете его, как, скажем так, как личность, вот, вы воспринимаете его, ну, как, знаете, как книг такой, собирательный образ, вот, который, вот, вам, ну, вам необходим, да, вам необходим, ну, скажем так, для чего-то. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому, вот, тут очень, о-о-о, очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. А причиной? У нас, собственно, причиной всего этого является, на мой взгляд, то, что вы, большое количество чувств, о-о-о, большое количество чувств, о-о-о, своих, большое количество чувств, о-о-о, судя по всему, о-о-о, подавляет. Вот. Как, как, ну, как мне видится, по крайней мере. Вот. То есть, если бы вы свое чувство не подавляли, ну, вот, в какой-то, ну в какой-то другой шипедов, то я думаю, что тебе было бы лучше, вот, понимаете. Вот так вот, поэтому я бы, я бы, я бы поисследовал то, какой вы живете эмоциональной жизнью. Я бы поисследовал то, какой вы живете эмоциональной жизнью в принципе. Ну, так вот, на, ну на повседневной, так сказать, с нами, да, повседневной жизнью. Так мне видится сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Начните, вот, прямо сейчас, да, начните с того, чтобы узнать, чтобы спросить себя, чем мне интересен человек, ну вот, с которым вы встречаете. Следующее. Вы не можете чувствовать любовь и влюбленность, и химию. Вы не можете чувствовать, что это. Вы можете чувствовать влюбленность, вы можете чувствовать симпатацию, но вы не можете чувствовать влюбленность и любовь одновременно, и вы не можете чувствовать химию, потому что химия – это вообще немножко другое. Исходя из этого, я могу, наверное, предположить, что вы не очень разбираетесь. Поэтому я думаю, что в этом вам имеет смысл помочь вам с этим разобраться. Вот такой вот я вижу помощь психолога. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!